Здравствуйте, дорогие наши читатели. Сегодня с вами ведущая библиотека детского абонемента Васильченко Ольга Ивановна. И сегодня мы поговорим с вами о русском поэте и прозаике, который относился к Серебряному веку, Саша Черный. Вот, пожалуйста, его портрет. Сейчас я немножечко расскажу, почему у него такой псевдоним. Сами понимаете, Саша Черный – это псевдоним. Саша Черный родился 13 октября 1880 года. Александр Михайлович Глинберг. Вот его данные. Родился он в городе Одессе. И было у них в семье пятеро детей. По такой необыкновенной случайности родители почему-то назвали двух детей именем Саша. Был один мальчик Саша Светловолосый, Саша Белый. И второй мальчик Саша Темноволосый, Саша Черный. Вот наш вот этот мальчик бывший Саша Черный. И поэтому мы теперь понимаем, почему он, когда вырос, он взял такой себе псевдоним. Как его звали в детстве Саша Черный, так и выбрал он себе по жизни такой псевдоним. Саша Черный. Так это звали в детстве. Один Саша Белый, другой Саша Черный. Из Одессы скоро семья переехала в Белую Церковь в город и там проживала. А каким был Саша Черный в детстве? Он был угрюмый, молчаливый, но великий фантазер. Он все время фантазировал, что-то изобретал и даже химичил. Как-то он собрался изобрести свои домашние чернила, хотя чернила уже существовали. То есть, рано или поздно, когда-то его квартира превращалась в настоящее химическое предприятие. Конечно, за это его ругали, гоняли, потому что папа был в таких строгих нравах. Ну как же воспитать целых пятерых детей? И вот наступило время учебы. Но Белой Церкви в этом городе не принимали детей на учебу, у кого было еврейское происхождение. Я вам сказала, что Александр Михайлович по фамилии был Клинберг. Это чисто еврейская фамилия. Очень тяжело было устроить детей с еврейским происхождением в то время. И вот Саша был на домашнем обучении. Десять лет до десяти лет. Но домашнее обучение ему не очень шло. Вот бывают дети любознательные, слушают внимательные, очень послушные, исполнительные. А Саша, он фантазер, все время летал в облаках, что-то фантазировал, что-то сочинял уже в детских лет. Он был веселый, добродушный мальчик, но не очень усидчивый. И родители все-таки решили покрестить детей в православной церкви и таким образом отправить в школу после крещения в православной церкви. И когда он в десять лет пришел в гимназию учиться, он стал неуспевающим учеником. Все ему не давалось. И в гимназии его ругали, и дома его ругали. И он вообще замкнулся, и так ему было нехорошо, неуютно учиться и жить в это время, в этот промежуток времени. Что когда ему исполнилось пятнадцать лет, он убежал из дома в Санкт-Петербург, где жила его родная тетя. Тетя, конечно, приютила мальчика и устроила в гимназию учиться. И казалось бы, что все хорошо, из дома, где его все время ругали, наказывали. О, сейчас у добродушной тети учится в гимназии, но на первых же экзаменах он не сдает алгебру. И его отчисляют из гимназии. Жить было очень трудно, потому что тетя не могла содержать взрослого мальчика. Ах, Саша писал домой письма, но родители не отзывались и ничем не помогали. Раз убежал, значит, живи как хочешь. И настолько тяжело и трудно было в то время ему, что он даже попрошайничал, просил, сидел на улице. И вот однажды мир, как говорится, не без добрых людей, встретился в его жизни Константин Константинович Роше из Житомира. Человек выслушал мальчика, пожалел, забрал себе в Житомир, в свой дом, дал ему образование и научил его жить. Сам Роше был писателем. Писал в местную газету стихи и какие-то рассказы небольшие. И, естественно, Саша боготворил своего спасителя и брал со всего пример с него. И тоже стал писать. А писать у него получалось сразу складно, хорошо. И вместе они так стали работать в газете. И настолько хорошо и складно у Саши получалось писать. В основном он юмористические эфири. То он писал небольшие стихотворения. Их прозе, рассказы юмористические писал. Что в дальнейшем даже журналы и газеты стали бороться за его произведения. Бороться за право напечатать первыми его произведения. Так хорошо в жизни у него все пошло. Потом он отслужил армию. Я вам сказала, что Саша родился 13 октября 1880 года. Это было далеко до революции. И вот когда он был юношей, в нашей стране произошла революция. Саша Черный, он не понимал, зачем в его жизни случились такие события, как революция. Разгром, переворот, ну и все такое. И поэтому на какое-то время он сначала уехал в Берлин. Ну, на тот момент он уже был женатый со своей женой. А потом уехал во Францию навсегда. Где он прожил остаток жизни. Ну, почему мы его знаем и любим. И по школьной программе до сих пор задают произведения, читать, изучать произведения Саши Черного. Я уже сказала, что Саша Черный – это псевдоним. Еще раз напомню, что Александр Михайлович Глинберг был, а псевдоним Саша Черный. Дело в том, что живя во Франции, Саша Черный со своей женой построили большой дом и организовали сообщество людей русских, которые в роли судьбы оказались за границей. И там они читали свои произведения не только Саша Черный со своей женой, но и люди, которые приходили в гости. Это многочисленные гости были. Всегда полный дом был. Семья Саши Черного были доброжелательные. Вспоминали о родной русской земле, вспоминали традиции русских людей и, естественно, читали произведения не только свои произведения Саши Черный, но и все гости, которые тоже имели какое-то отношение к писательскому делу. Вот сейчас я вам прочитаю и познакомлю со стихотворениями, которые писал Саша Черный. И вы поймете, почему до сих пор по школьной программе мы изучаем стихотворения Саши Черного. Хрюшка. Хавронья Петровна, как ваше здоровье? Одышка и малокровье. В самом деле вы бы побольше ели. Хрю-хрю, нет аппетита. Еле доела шестое корыто. Ведро помой, решето с шелухой. Пут вареной картошки, миску окрошки, полсотни гнилых огурцов, остатки рубцов, горшок вчерашней каши и жван простокваши. Ах, бедняжка, как вам должно быть тяжко. Обратитесь к доктору Фандерфлиту, чтоб прописал вам капли для аппетиту. Видите, какие смешные стихотворения. Легко читаются, рифма такая, слог легкий. И легко заучиваются, легко запоминаются. И понимают дети и младшего дошкольного возраста, и среднего школьного возраста. Легкие такие добродушные стихи. Несмотря на свое такое тяжелое детство, Саша Черный остался добродушным, хорошим, искренним человеком. И последнее еще раз стихотворение одно прочитаю. Кто? Ну-ка, дети, кто храбрее всех на свете? Так и знал в ответ всех хором нараспев. Лев! Лев, ха-ха, легко быть храбрым. Если лапы шире швабры, нет ни леп, ни слон. Храбрее всех малыш, кто? Мышь! Сам вчера я видел чудо, как мышонок влез на блюдо. И у носа спящей кошки, не спеша поел все, что крошки. Вот такие добрые, хорошие стихотворения. И у нас в нашей библиотеке множество книг в сборниках. Саша Черный. Приходите, изучайте, знакомьтесь и читайте. До свидания, до скорой встречи.